Всех приветствую! За последние сутки самые топовые альткоины у нас показывают рост. Общее настроение рынка у нас зеленое, а некоторые товарищи, как Матик, показывают рост даже больше 50%. Только кому от этого легче, если до этого ваш депозит уполовинился или осталась одна треть? Давайте посмотрим, что у нас сегодня происходит на рынке. По биткоину трейдеры сокращают шортовые позиции, а это значит, что снижение они не ожидают. 21% трейдеров прикрыли свои шортовые позиции за последние сутки. По лайткоину немного другая ситуация. Здесь не только больше 17% закрыли шорты, но и более 40% начали лонговать лайткоин. В принципе, трейдеров устраивает текущая цена, и они начали закупать. Что у нас по эфириуму? По эфириуму похожая ситуация, как и по биткоину. Пока трейдеры просто прикрывают шорты, но покупать не торопятся. Так сказать, смотрят со стороны. Давайте еще глянем Ripple. Здесь все стабильно, без изменений. Немного сокращены и лонги, и шорты. Что касается распределения шортов и лонгов в биткоине за 24 часа по разным биржам, в принципе, сохраняется паритет. Немного по Bitfinex выбиваются лонги, но в основном 50 на 50. В среднем все уравновешено. Страх у нас становится все больше. Сейчас у нас экстремальный страх – это рекорд. Десятки у нас уже давно не было. За последний месяц это минимальный показатель. За три месяца – это также минимальный показатель. Даже за год – это минимальный показатель. Если смотреть максимально, то это приблизительно схоже с тем моментом, когда у нас рынок развернулся в марте 2020 года. В принципе, страх сопоставим. Если посмотреть на ту же радужную у нас диаграмму, то еще немного биткоин снизится, и мы перейдем в зону стил-чип. То есть дешевого биткоина. Откуда уже, я думаю, массово будут выкупать. Все кого не лень. Вспомним графику ликвидаций. На прошлом обзоре я говорил, что после рекордного выноса, после рекордной ликвидации, как это было здесь, здесь цена биткоина будет еще снижаться. То есть, смотрите, вынесло, биткоин чуть-чуть отрос, снижение. Здесь у нас произошло, в принципе, так же, как и вот здесь. Была большая ликвидация, немножко отросли. И сейчас мы тестируем в поисках еще кого бы здесь ликвидировать. Но, как видите, трейдеры уже боятся заходить ни в лонги, ни в шарты. Большинство, я думаю, просто наблюдают со стороны и ликвидаций здесь много, конечно, но их по минимуму. Что же касается Grayscale. Были выходные и за 24 часа, в принципе, у них ничего не куплено. Пока у них по нулям. Давайте глянем, какие у нас еще появились новости. Топ 100 монет. Категории, как всегда, глянем. Airdrop, форки, партнерство. Ну и остальную шелуху не будем. Что у нас здесь? BitTorrent. Смотрели в прошлый раз. Эфириум. Также есть несколько новостей. Hard Fork London. Здесь также 9 июня у нас новость, связанная с лондонским хардфорком. Также стоит обратить внимание на такую монету, как Avalanche. По ней тоже много новостей. 31 мая, 30 июня. Еще 30 июня. Много публикаций. Матик, кстати, который мы смотрели, рос. Вот по нему новость. Давайте глянем поподробнее, что у нас здесь такое. По матику у нас здесь партнерство. Дао Феникс и Полигон занимаются партнерскими разработками. Об этом было объявлено сегодня, 24 марта. Поэтому матик так и неплохо выстрелил. 56% лучше, чем остальные. Посмотрим, что у нас за последнее время пишут крупные иностранные издательства. Reuters. Криптомайнеры останавливают бизнес Китая после репрессий в Пекине. Также продолжают подогревать негативный фон вокруг Китая и криптовалют. Еще один пост от них. Биткоин упал на 8,9% до 34 тысяч долларов. Также нагнетают, что гриппа падает. Все падает. Продолжают дальше пугать. Уолл Стрит Джорнл что у нас пишет? Инвесторы были счастливы отклонить твиты Илона Маска о биткоине как безобидный шум, когда он рос. Сейчас, когда цены упали, многие возмущены. Он знает, что обладает большим влиянием и продемонстрировал, насколько ему нравится играть с этим. Илон Маск стал крупнейшим влиятельным лицом биткоина. В принципе, доля правды в этом есть. Как все его восхваляли и все радовались его цветам, когда он пампил биткоин, но когда он сказал что-то против, сразу все начали поливать его дерьмо. Об этом и напоминает Уолл Стрит Джорнл. Еще один пост от них. Пишет, в принципе, о том же, но здесь прикладывают картиночку. Маск добавил биткоин в описании в твиттере. Все пошло в рост. Тесла заявила о покупке полутора миллиардов биткоинов. Тоже все пошло в рост. Но здесь Тесла перестала поддерживать платежи в биткоинах. И все якобы обвалился из-за этого. Хотя, если посмотреть, падение началось еще раньше. Публикация от Forbes. Я не буду продавать до гикоин. Миллиардер Тесла и Лан Баск раскрывает свою позицию в настоящей битве между долларом и криптовалютой. По-моему, в прошлом видео была такая же публикация, только от другой газеты. То есть им разослали. Что нужно опубликовать. И они до сих пор это все рассылают, популяризируют до гикоин. И еще один пост от Bloomberg. Эфириум приближается к долгожданному исправлению, чтобы сократить потребление энергии более чем на 99%. Сдвиг может усилить эфир, поскольку экологический рэп биткоина ухудшается. Да, перевод так себе. Но смысл в том, что они намекают, что эфириум еще покажет себя после того, как у него пройдет. Что мы там смотрели? Вот, Hard Fork London. После него экологичность эфириума якобы повысится. Ну и вот, из этого следуют комментарии. Рисуют ракеты. Тузы Мун. С эфириумом еще не все так плохо. Ну и давайте рассмотрим теперь на графике, что у нас на сегодняшний день. Биткоин 4 часа. На 4 часах по-прежнему нет отскока наверх. Мы планомерно снижаемся, снижаемся и снижаемся. На данный момент рост, который мы видим, он аналогичен предыдущим отскокам. Пока ничем не выделяется. Максимум не обновил. Заходным он также не является. Поэтому по-прежнему есть вероятность, что цена пойдет еще ниже. Да, здесь есть дивер на индикаторе, но это не является гарантией разворота. По-прежнему по биткоину лучший вариант это наблюдать, когда же он нащупает дно. Пока свой основной сценарий я менять не буду. Думаю, что после разворота мы направимся наверх. Но в конце видео озвучу другую точку зрения. Посмотрим другие варианты. Что у нас по эфириуму? По эфириуму я также в последних видосах даже стрелочку вам нарисовал, что когда он развернется, только потом можно будет рассматривать какие-то покупки. Пока что здесь также дна еще мы не нащупали. Здесь также просто мы сваливаемся вниз. Когда будет разворот, можно будет уже смотреть варианты каких-то структур дальнейшего движения эфириума. Прогноз все тот же. Пока движение наверх еще может произойти, но входить наугад я бы не стал. Ждем подтверждения разворота и образования дна. Рипл. Рипл такая же история. Здесь разворота еще нет. Вот пришли к уровню поддержки. Сейчас мы ложно его пробили. Отскакиваем наверх. Это один из факторов того, что мы можем уже отсюда развернуться наверх. Но это не дает, еще раз говорю, гарантию, что мы не пойдем дальше тестировать вот эти уровни. Пока также лучший вариант для меня это ждать остановки нисходящего движения. Так, теперь рассмотрим монеты из доната. Иос попросили рассмотреть. Так, у нас здесь есть предыдущая разволновка. Посмотрим на более крупном таймфрейме. Здесь, исходя из большого количества объема третья волна, у нас получилась растянутой. Сейчас мы пришли к пику волны 1. Был ли он здесь, либо здесь, пока не суть важна. Потому что мы так еще и не нащупали дно. Здесь также мы продолжаем падать. Пробив уровень поддержки. Вполне возможно, что мы можем пойти и ниже. Из плюсов, что здесь на лонг, также есть дивер, структура коррекционная, трехволновка, с которой мы можем пойти наверх до предыдущих пиков. Но из плохого здесь есть также очевидные факторы, что мы можем сейчас протестировать уровень поддержки. Теперь уже сопротивление снизу и пойти дальше, искать новые поддержки. Пока нет. Заходного лучше наблюдать со стороны. Кстати, по эфириуму, по Иосу. Эфириум, почему я его эфириум называю? Это Иос. Если смотреть на лонги и шарты, также можно сделать вывод, что просто на него смотрят и ждут, когда же он прекратит падать. Лонги не увеличиваются, шарты буквально на немного увеличились. Если смотреть на лонги и шарты, только на битмакси его почему-то неадекватно шартят. То есть на лонги здесь вообще даже не рассматривают либо 50 на 50, либо даже шартят. Что у нас по ликвидациям? Иос. По ликвидациям также его вынесли. И пока по ходу движения вниз ликвидации больших не наблюдается. Также люди смотрят на это все дело со стороны. Поэтому по Иосу здесь прогноз так же, как и по другой крипте. Ждем, когда дело устаканится и не лезем лишний раз бороться против рынка. Еще пару монет. Вольтон. WTC. Давайте посмотрим на большом масштабе. Но здесь помпанули и так же вниз не дали и даже никакой проторговки. Сразу со всем рынком, со всем рынком полетели вниз. Так, на дневках. Лой у нас где? Лой у нас здесь. Ну, здесь очень плохо, что мы даже уже и закрылись ниже. И сейчас тестируем уровень сопротивления снизу. Здесь, здесь, здесь не очень все хорошо. Ну, так же в ланге-то это 100% ходить не стоит. Нужно дождаться разворота. Здесь пока этого так же нет. Здесь даже если смотреть на дневках, здесь похоже вот на такую структуру. Что здесь была волна 1, 2. Вот здесь была волна 3, 4. И вот так завершилась волна 5. Судя по структуре, здесь перспектива у данной монеты, конечно же, есть. Но пока коррекция еще не закончена. Структура у нас трехволновая, что говорит о коррекционном характере движения. И дает шанс на то, что мы все-таки по ее завершению пойдем наверх. Но ее завершения пока нет. Также, если говорить о прогнозах, то сперва необходимо дождаться завершения нисходящего падения. Где она будет гадать, в принципе, бессмысленно. Еще одна монета, айон. Также я с хайов слили, скинули вниз. Что у нас? Давайте сперва на дневках. Здесь по аналогии похоже на предыдущую монету. Здесь у нас дивер. Здесь большой выстрел объемов есть, конечно. Но, возможно, больше просматривается здесь структура, аналогичная прошлой монете. Волна 1, 2, 3, 4, 5. И сейчас мы все это дело большое корректируем в волне 2. Расчетные зоны все пробиты. Как и на предыдущей монете. И мы можем здесь снижаться вплоть до самого низа, до начала волны 1. И это будет вписываться в структуру. Пока здесь также разворота не наблюдается. Но есть дивер. Поэтому, если будет выходной на его откате, вполне можно брать с расчетом. Пойти наверх хотя бы. Хоть и не на хаи. Там будет видно ног на какой-нибудь отскок. Но пока даже и этого нет. Пока все грустно. Пока идем вниз. И еще один вопрос был задан в донат. По поводу глобального движения. Закончился ли у нас бычий цикл? Развернулись ли мы? Что у нас вообще глобально по биткоину? Мой основной сценарий по биткоину пока не сломан. Это также коррекция в четвертой волне. После чего мы направиться должны дальше наверх покорять вершины. Но какие факторы есть за то, что мы либо затянем эту коррекцию очень надолго. И пойдем все-таки дорисовывать волну 5. Либо вообще пойдем обновлять какое-то там дно. А это, как обычно я рисовал в лонговых сценариях, когда проходит один импульс, потом идет волна 2, и потом идет вторая волна. И здесь у нас ожидается разволновка. Вернее, не разволновка, а развилка. Либо, как я до этого нарисовал, АБЦ и идем наверх. АБЦ и наверх. Либо, также у нас все по структуре совпадает 1, 2, 3. А потом, в любом случае, мы в скором времени должны получить отскок наверх. Будет ли это волна 1 в новом восходящем цикле, либо это будет волна 4. Это также мы до последнего не сможем узнать. Лишь по объемам можем предполагать. Если будет мало объемов, то это, скорее всего, волна 4. Если будет побольше объемов, то это, вероятнее, будет волна 1. Но, опять-таки, крипта любит обманывать в этом деле. И если это будет волна 4, после нее мы пойдем снижаться. Дальше волну 5. И даже это не будет завершением коррекции. Это будет волной А, потом будет волна Б, потом будет еще один перелой в волне С. И только потом еще возможен поход на следующий ХАИ. Здесь вариантов очень много. И все они, в принципе, в глобальной перспективе лонговые. То есть волна 5 у нас еще по структуре не дорисована. Но откуда мы на нее пойдем? Сейчас, через усложнение, увеличение АБЦ. Есть еще вариант, что мы сейчас начнем тут пилить треугольник и пойдем наверх. Есть еще вариант, что мы сейчас нарисуем волну, вот эту пятерку. Потом здесь треугольник запилим. Потом еще снизимся. И потом наверх. То есть на перехай куча вариантов. Все зависит от того, по какой структуре мы будем отрисовывать четвертую коррекционную волну. Еще раз скажу. Есть варианты и прямо отсюда пойти наверх. Есть варианты и тут еще полгода-год пилить, но по времени я вам не скажу. Поэтому из торговых решений, что можно принять? Торговать по факту, что показывает график. Сейчас график нисходящий. В лонги входить точно не стоит. Когда будут какие-то перспективы на разворот, обязательно. При вхождении в рынок, использовании стопов и идти наверх. Но это и так все знают. Что касается не того, что показывает график на 4 часах, а лично в моем мнении более глобально. Раз уж задали такой вопрос, донат тем более, то на это дело стоит посмотреть, например, на дневках. И давайте сравним его с предыдущими какими-то движениями. То есть вот у нас был хай в 17-18 году. Вот он был хай в 13-м году. То есть с 13-го года от хая до хая почти 1700 процентов дали. Вот ради чего пампится крипта. Ради чего вкатываются миллионы долларов во всякие организации, рекламу, проплаченные СМИ. Илону Маску заносят. Маск рискует своей репутацией. И сколько у нас сейчас дала крипта? Давайте покажу. Вот он хай. Вот он, наш последний хай. Сколько тут? Не видно. 230 процентов. И вот вы серьезно думаете, что ради 230 процентов все это и затевалось? Конечно же нет. То есть всякие корпорации, вот эти же киты, как их называют, закупают рекламу. Готовились 4, там сколько, 3 года. Ради того, чтобы получить 200 процентов? Конечно же нет. Давайте посмотрим, где были эти 200 с копейками процентов после хая в 13-м году. Еще немного надо вот так вот растянуть. Вот он. Очень даже похож паттерн. 200 с чем-то процентов. Здесь даже больше было 300 процентов. И по мне так мы и находимся либо здесь, либо здесь. Вот в этих двух падениях. Либо мы вот это сейчас падение рисуем. Аналог этого падения. Либо вот это падение. Мы сейчас аналог этого падения рисуем. И здесь также очень похоже. На дневках. На хай нарисовали дивер. Понеслись вниз. Получили. Сколько мы там процентов? Ну, 45 процентов получили вниз. Все напугали, все поскидывали позиции. Все пропало. А мы понеслись дальше. После этого еще на сколько? Еще получили 500 процентов с тех позиций. Если будет аналогичная ситуация, то с данных позиций, данных цен мы можем увидеть, например, те же самые 500 процентов. То есть до 200 тысяч в принципе это будет нормально. По аналогии с предыдущими пампами. До 200. Поэтому я считаю, что это все-таки вытряхивание. А когда закончится это вытряхивание, многие говорят, да там было 40 процентов, а здесь у нас 50 процентов. Разница всего в 10 процентов. А паники как будто мы уже все потеряли. Так вот, когда это все закончится, тогда у нас не было всяких ютуберских трейдеров. Мало кто читал книжки. Все что-то залетали. Все пытались торговать. И поэтому любое падение всех очень сильно пугало. А сейчас зайдите в этот телеграм, ютуб, даже вот я говорю, что все нормально. И ведь все многие держат. А это падение будет продолжаться до тех пор, пока достаточное количество человек просто сильно не испугается и не потеряет большинство денег. Здесь же вытряхивать не просто типа, а надо вытряхнуть. А вытряхивают до тех пор, пока люди не позакрывают, пока люди реально не испугаются. Если они 50 процентов не испугались, будут 60 процентов давить, 70 процентов давить. И когда уже все испугаются как следует, когда отдадут им свою крипту, тогда и пойдем наверх. Поэтому я здесь просто вам высказал свое мнение. А вообще, для разворота рынка я бы, конечно, должен был кричать, продавайте, все пропало. И тогда рынок быстрее развернулся бы. Вот такое мое мнение. Я могу быть, конечно же, неправ. И, возможно, мы пошли до нуля. Но я считаю, что это не та сумма 60, после которой те люди, которые все это дело подогревают и разгоняют, просто успокоятся, получив прибыль там всего в 2-3 икса и пойдут домой. Нет, конечно. Им надо тысячу, две, три тысячи процентов поиметь с предыдущего хая, а не вот это вот. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Удачной торговли и счастливо!